приветствую вас дорогие коллеги я смотрю тут география наших участников это и калининград и донецк и дальний восток и челябинск в общем от запада до востока и мой нижний новгород я сейчас в нижнем новгороде транслирую отсюда ну что ж будем говорить о том как избежать эмоционального и профессионального выгорания вот видите какие красивые яркие краски в кружочке вот хочется чтобы настроение было именно таким ярким но такое бывает редко нам не хватает солнце только-только начинает у нас появляться вот больше мы хотим вот этих красок но к сожалению не всегда их так много больше встречаются тусклые почему потому что весна это время когда вот солнце поднимается что-то начинает появляться но у нас у всех а витаминоз это то что касается физического тела но у нас есть еще другое мы устаем встаем психологически встаем физически и посмотрим что такое выгорание вот как эта лампочка которая потухла но мы еще не потухли просто близимся к этому но сегодня посмотрим как сделать чтобы встать еще раз загореться лампочка может испортиться а у нас мы люди у нас природа вставила в нас большие ресурсы самовосстановления так что мы будем сегодня понимать структуру и искать способы самовосстановления хорошо выгорание это состояние физического и психического истощения возникающие в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми самое интересное что люди которые занимаются физическим трудом им эмоциональное выгорание не грозит а больше грозит тем кто общается с людьми вот работники которые работают как человек человек вот человек знака или системы не очень вот не понравилось что-то он еще другой а вот человек человек это дам на самое сложное почему потому что наш оппонент наш собеседник те с кем имеем отношения общаемся они очень быстро меняются они непредсказуемые и часто что делают они не оправдывают наши ожидания в чем разница выгорание эмоционального и профессионального эмоционально это когда они реализованы ваши ожидания внутренние ожидания не связаны с профессиональной деятельностью иногда и это не реализованные потребности души чем они отличаются например нереализованные ожидания вам наскучила вот нет яркости в личных отношениях семье с любимым человеком романтики нет и вот вы хотите чего-то а вот этого нет самое сложное мы это можем получить только надо об этом сказать а мы говоришь ты не умеем я говорю но говорить надо особым образом это уже другие секретики как разговаривать чтобы получать желаемые и есть нереализованные потребности души это когда мы идем в профессию и занимаемся делами которые а при этом душа хочет другого душа хочет творчество всегда хочет творчество но если исчезло творчество в вашей работе скорее всего вот эмоциональное выгорание у вас будет и следующее профессиональное это застой профессиональной деятельности затянувшийся конфликт в на рабочем коллекте с рабочим коллективом если с кем-то у вас есть конфликт и он тянется тянется это тоже становится причиной и еще одна причина немаловажная это когда ваша заработная плата не соответствует вашим ожиданиям и потребностям я например на себе заметила очень интересная вещь если мне срочно нужны какая-то сумма и ее нет у меня телефон начинает быстро садиться и глючить как только появляется финансы от волшебным образом перестает глючить представляете как я это объясняю телефон носитель энергии он всегда у нас в руках и когда мне не хватает энергии я беру эту энергию у своего телефона и наоборот когда и поэтому он глючит может это казаться фантастическим у меня такое объяснение наверное вы тоже за ними замечали что когда вам чего-то не хватает начинают рядом портится электрооборудование и в какой-то момент когда вам уже хорошо часть из них восстанавливается самостоятельно и часть из них с помощью мастера у меня так было когда одновременно испортились фен утюг телевизор телевизор пришлось вызвать мастера а фен каким-то youtube волшебным образом сами восстановились через пару дней включи и он работает а поменялось мое внутреннее состояние вот электроника очень тонко реагирует на такие вещи напишите пожалуйста в чате бывали ли у вас такие ситуации когда вы замечали что ни с тобой ни сего на ровном месте вот у вас что-то портится и поэтому есть русская такая поговорка поговорка пришла беда отваря и ворота у нас не хватает или энергии внутренней и за ним портится начинает ломаться все и в нашей жизни с нашим настроением кто-то нас бить выводит из себя и электро и что-то рядом тоже портится вот 2 до уже есть люди наблюдательные хорошо и в чем причина выгорания вот к часто глючит компьютер когда и злюсь на работе вот друзья мои хотите чтобы у вас техника не портилась экономить деньги вот у меня останавливаются часы и перегорают лампочки вообще красота какая смотрите насколько взаимосвязано наше внутреннее ощущение чувства с тем что нас окружает и так причины выгорания это общение с большим кругом людей когда очень много людей он часто приходит подстраиваться и у каждого человека своя энергетика когда человек со стрессом с вами общается то в этот момент мы тоже взаимодействуем его энергетика действует на нашу энергетику нереализованные ожидания у нас стресс и вот эта депрессия происходит из-за чего мы ожидаем что-то а картинка реальности не соответствует тому что мы ожидаем и вот эта пропасть между ними создает внутренний конфликт с которым мы имеем дело частое напряжение без отдыха и восстановления если вы не умеете отдыхать ежедневно на каких-то переменах во время обеда когда ребята спят вам тоже нужно восстановиться и это не только пообедать но и сделать может быть какую-нибудь коротенькую медитацию духательную практику просто выйти прогуляться по воздуху если вы не восстанавливаетесь время от времени тон напряжение накапливается и в какой-то момент это выражается вот выгорание однотипные действия когда вы делаете однотипные действия они надоедают а душа хочет творчество вот но чего-то створить интересное сделать то не получается есть действия оцененные как бессмысленные нам часто дают заполнять бумажки какие документы мы думаем ну зачем я трачу на это время но устаю мне от того что заполняем эти бумажки а от того что сопротивляемся этому процессу иногда достаточно руководителю просто хорошо объяснить ради чего это нужно они сами тоже не понимают ради чего это нужно и действительно есть лишние вещи которые нам заставляют делать но так надо если мы принимаем это как некое служение не сопротивляйте то это не вызывает выгорание усталости а как только мы сопротивляемся но зачем мне это на мою бедную голову да вот тогда и получается вот мы сами себя вводим в это состояние то есть если не умеешь не можешь изменить ход событий найди в этом что-то положительное изменяя свое мнение чувство внутренней нереализованности когда вы знаете что у вас есть большая возможность больше потенциал и в это не делаете и физическая пассивность как я сказала люди которые мало двигаются проявляют мало физической активности у них они более предрасположены выгоранию наш коллега дмитрий бузыльевич и всегда очень активно и написал тут сообщение проще только я выгорание это состояние физического психического истощения насколько изучена проблема психики и психологическое истощение человека если психологическое и педагогическое науке некий эталон психической науки чем обусловлена эта наполненность от чего зависит количество энергии внутренней о сколько вопросов знаете наука очень этим интересуется эталонного знаете это как я сейчас другое скажу когда вы берете книги работы каких-то философов они в самом начале пишут объяснение предисловие в этом предисловие очень важно они показывают как сами воспринимает значение слова каждого слова и они приводят пример что вот это слово у другого автора имеет это значение у другого третьего и четвертого такого я когда говорю этот термин я туда вкладываю свое значение поскольку психологии очень сильно развивается и у нас нет это не математическая пока наука может быть в медицине уже делаются какие-то скажем работы где по частотам можно описать этот эталон психологической наполненности но для всех нас простых людей я думаю когда нам радостно когда нам хорошо когда нам хочется вставать по утрам и мы в состоянии гармоничном они разочарованность это и есть психологическая психическая наполненность чем обусловлена эта наполненность чуть позже я раскрою эту тему и от чего зависит тоже расскажу очень интересные вопросы идем дальше друзья мои причина эмоциональных расстройств разница между ожиданием и реальностью поэтому очень много философов буддистских учителей даже христианских говорили о том что ну не желай и будешь счастлив когда мы желаем что на чем-то мы мечтаем то мы разочаровываемся у нас есть ожидания некие и эти ожидания могут не совпадать реальностью с другой стороны если мы не мечтаем то мы не движемся вперед потому что мечта составляет людей лететь в космос полететь на самолете быстрее добраться устроить сделать свое жилище еще лучше красиво одеваться красиво говорить это все мечта делает друзья мои с одной стороны да мы можем перестать мечтать мечтать перестать строить планы строить только реалистичные планы ничего сверх того мы будем обезопасены защищены от разочарований но такая скука будет тогда друзья мои интерес и страсть к жизни появляется тогда когда у нас есть разница между реальности ожиданием и мы прикладываем усилия чтобы увеличить эту чтобы приблизить эту реальность в момент когда мы прикладываем усилия мы получаем радость нет а если нет этих усилий то идет вот идет разочарование тогда когда мы не действуем почему я поставила эти часы вот эти часы так равномерно и вверху и внизу какую-то долю там несколько секунд дальше песок утекает вниз и теряется равномерность когда мы переворачиваем часы обратно тоже получается разница наполненности я уже говорю не о времени а разница внутренней наполненности и когда идет процесс стремление к реализации вот тогда мы живем настоящей жизнью мы творим и проявляем нашу жизненную энергию да если нельзя поменять ситуацию в жизни надо поменять к ней свое отношение да это тоже нам помогает где взять сил на изменение на измену отношения к ситуации пойдем дальше расскажу не все так все совсем не так как кажется вот эта фраза она гениальна и в этом очень пока показательного для того что я скажу в жизни происходят некие факты некие действия явления но мы к нему к этим фактам имеем разный интерпрет интерпретацию вот нам дали запомнить некие бумаги это факт и если я уставший но зачем мне все это заполнять и он зависит вот наш получается моя интерпретация зачем а обязательно сегодня может завтра может послезавтра это зависит от нашего эмоционального состояния другой скажет так а давай-ка я быстренько это сделаю сдам и освобожусь от этого 3 скажет слушая какая интересная статистика получается вот если я это запишу эту информацию сейчас записала сравню с тем что было там месяц назад два месяца назад год назад сопоставить это же можно целую картину нарисовать смотрите факт один и тот же но интерпретации самые разные и вот где взять силы на изменение отношения здесь не силы надо взять а посмотреть на ситуацию с другой стороны поменять свою может быть ролевую модель поменять точку зрения посмотреть с чужой точки найти в этом интерес как только вы находите смысл в любом действии к смыслу прибавляется энергии и силы чтобы поменять отношения это одна из возможностей и как мы сказали интерпретация она зависит от эмоционального состояния есть очень много инструментов поднятия эмоционального состояния об этом будет далее симптомы выгорания друзья мои если это психосоматика то утомление усталость бессонница истощение пищевого нарушения пищевого поведения кто-то больше есть вообще не ест скудность и личностные характеристики не хочется ничего делать вот по минимуму сделай все отстаньте на меня это когда ребенок и учить на одни тройки говорит все хватит никакие четверки мне не нужны отстаньте от меня вот упаднические настроения это апатия вот бессмысленность появляется цинизм как защитный механизм кстати цинизм уже чуть-чуть есть больше энергии если человек цинично говорит он готов чуть-чуть пристроиться а когда апатия пессимизм это еще хуже злоупотребление могут появиться табаком кофе пристрастие к алкоголю к сладкому к различным таким вещам потому что человек пытается каким-то образом восстановить энергию он восстанавливает на какое-то короткое время и но это не сильно помогает кстати те кто злоупотребляет табаком курением на самом деле нуждаются знаете в чем есть такая у психологов шутка что не хватает маминой титьке пососать что-нибудь потому что сигареты такое свойство да можно некоторые когда люди когда перестают курить они начинают сосать конфетки сосательные и это им помогает с другой стороны смотрите это вдох и выдох вдох и выдох то есть здесь очень сильно могут помочь еще и дыхательные практики если сделать заменить его вместо того чтобы взять сигаретку а просто сделать дыхательную практику глубокий вдох и выдох то это тоже может помочь восстановить каким-то образом компенсировать недостаток энергии негативная концепция негативное отношение к ученикам и коллегам переживания зависимости от людей обстоятельств агрессивные чувства по отношению к окружающим когда я злюсь на кого-то что получается человек мне отвечает тем же от зеркаливает и еще я и тогда наша злость взаимная усиливается 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 так идем дальше статус на ролевые факторы выгорания ролевой конфликт семья дети работа бывает иногда если я хорошо работаю на работе мне не хватает времени на ребеночка я плохая мама плохой папа тогда не успеваю что-то делать или вот есть такая болезнь хроническая у педагога кстати обратите на это внимание поскольку я преподаватель не в одном поколении у меня мама дедушка занимались преподавательской деятельностью что получается они могут вот эту роль преподавателя учителя при привнести домой и учить делать разные действия себе очень долго останавливала чтобы дома не приносить роль училище учителя в обычной жизни люди тебе же не говорят вот иди сделай так нет исправляй вот так по-другому так неправильно надо сделать так и так далее это ролевой конфликт приходя домой вы становитесь другим человеком меняйте роли ролевая неопределенность когда я непонятно то ли здесь то ли там поэтому очень хорошо нам помогает такое понятие как субличности в нас одновременно живет несколько личностей личность учителя и личность воспитатель личность сестры и брата но мужчин до брата руководителя родители и приходя куда-то когда вы приходите на работу у вас определенный стиль одежды вы одеваетесь в эту одежду и перестраивать новые личности приходя домой обязательно меняйте одежду помойте руки посмотрите в руки и скажите кто вы есть когда вы переключились на другую личность вам очень легко сложно приходится когда у вас в группе или в классе находится ваш родственник ребенок племянник у вас учится и ребенку сложно и вам очень сложно вот это ролевые моменты перехода из одной роли в другую не перепутать неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом вы хотите расти вам или не дают или даже вы не пытаетесь сказать об этом вы тайно мечтаете об этом думаете думаете надеетесь что вот что-то сформируется в космосе ваш директор ваше начальство вдруг узнает и даст вам возможность профессионального роста нет они не обладают такими способности экстрасенсорными надо прийти сказать знаете я хотела бы развиваться вот в этом направлении я даже готова пойти на обучение до обучения по этой направленности это будет конкретное действие и вы найдете способ развития и личностного и профессионального даже психологическая несовместимость сотрудника с деятельностью коллегами например вы пошли в технику вы учились или в колледж на воспитателя или пришли работать музыкальным работником в детский сад а вам хочется сочинять песни для взрослых если вы при этом сочиняете песни для детей или что-то делаете а вам хочется сочинять и выступать то это конечно же несовместимость ваших ожиданий и возможностей другая вещь когда человек больше предрасположены к таком понятии как человек и знак то есть он больше любит работать с литературой с книгами с цифрами с какими-то данными а постоянно работает с детьми он действительно выгорает потому что не учтена вот эта психологическая особенность что можно посоветовать такому человеку не долгое время поработать с детьми чтобы сделать свои исследования а потом заняться научной деятельности потому что у этих людей системы человек знак больше подойдет а может быть методическая работа научная работа период когда он работает с детьми с живыми людьми в коллективе он воспринимает вот как это и наоборот секретарша сидит там в детском садике заполняет бумаги и хочется с ними просто играть побегать попрыгать вот ей нужно это человеческое общение каждый раз к ней когда заходит какой-нибудь воспитатель работник она его задерживает и долго-долго-долго говорит человеку вот нужен у этого человека система профориентация внутренняя это человек человек ему нужно общение поэтому вот такие моменты можно узнать сделать определенные психологические тесты и понаблюдать за собой когда вы более наполнены ролевые поведенческие стереотипы ограничивающие творческую активность да такая опять же из своей жизни я как-то зашла в магазин посмотреть и одежду платье купить себе и мне говорит продавщица ой вы знаете вот эта одежда а я впервые туда захожу в этот магазин она очень подходит учителям на прошлой неделе у меня учительницы математики купила такое похожее платье что по мне видно что я учитель да все более пора менять профессию почему-то потому что профессия оставляет некий отпечаток ни один учитель скажем мы помним скандалы когда там учительница загорала и выставила в интернете фотографии с купальником это не очень хорошо было воспринято я как учитель работающий с детьми я всегда слежу за тем как я одеваюсь как я говорю как я веду себя и не позволю себе делать какие-то вещи которые я бы хотела если это могут увидеть мои ученики и мои родители приятно чем здесь нет ничего такого критичного нормальная просто чуть больше есть есть определенный стереотип и это имеет значение низкий социальный статус когда вам не нравится тот статус где вы находитесь вам хочется выше скажем работать может быть более продвинутом районе а вы работаете на другом месте низ отверженности знаю в значимой группе когда вас не воспринимают коллеги как своего и негативные установки касательно половой роли там криво косо на на вас смотрит может мужчины или женщины бывают слишком активные а вам это не нравится кому-то не нравится афишировать на работе кого-то просто человек не нравится но он но не хочет чтобы к нему приставали сексуальными какими-то установками прямо на работе это тоже создает напряжение при котором люди даже увольняется с работы уходит с работы так вот колесо баланса вот был вопрос как восстановить энергию где взять друзья мои колесо баланса наверно многим знакомо но это такая универсальная вещь что к ней можно обращаться и обращаться и обращаться мы берем и оцениваем по десятибальной системе свое состояние здоровья насколько мы довольны своим здоровьем насколько мы довольны финансовым состоянием карьерой насколько мы развиваемся вот тот уровень саморазвития который у нас есть достаточно духовность отдых отношения семья вот эти восемь параметров мы выставляем и когда у нас чего-то сильно не хватает вот из-за этого может быть выгоранием выгорание может быть из-за того что у вас плохое здоровье вас плохое здоровье не хватает энергии вы приходите и самое интересное дети чувствуют вашу энергетику удивительным способом если вам плохо они сделают вам еще хуже многократно вы наверное замечали и наоборот когда вам хорошо дети так легко с вами работают они так легко вас слушаются подчиняются делают пойдут за вами куда угодно сделают за любой кипиш если у вас хорошее настроение если вы злитесь они еще больше будут бесить вас а если нехватка энергии то так и получается финансы не хватает финансов вы на работе занимаетесь детьми и думаете мне же надо еще квартплату заплатить вот это купить починить испорченный холодильник у вас мозги совершенно в другом месте вам это выгорание потому что вы одновременно работаете ваш мозг вдруг не в двух нет сопоставимых ипостасях карьера недовольны карьерой начинаете уже пренебрежительно относиться и коллегам и к подопечным и к родителям которые будут бесить вас на самом деле а получается что просто вы недовольны карьерой вы решаете вопрос карьеры и вдруг все становятся сладенькими красивыми с прекрасными то же самое саморазвитие очень интересна духовность это такая сфера невидимая но она в нас присутствует человек такое существо что состоит из духа души и тела так вот если в нас душа не слух услышана духовность это не просто про молитвы и так далее иногда пойти в лес и прогуляться в тишине послушать тишину посмотреть на речку на воду уже есть сама духовность духовность это когда мы молчим нас заполняет такой внутренний покой как будто что-то не сходит сверху вот это и есть духовность позволяете ой дмитрий базилевич вы такой интересные критерии духовного нет никаких критерий у вас ум понимаете критерий в очень много у вас ума технаря и любознательного все энциклопедии вам помощь но если я сейчас начну вот об этом говорить у нас просто не хватит время на все остальное вот мы с мужем ходит на рыбалку с удочкой это ж такая красота друзья мои вы с удочкой рыбалка чем хороша когда идите на рыбалку вы молчите чтобы не спугнуть рыбу а когда мы молчим начинает говорить в нас нечто свое особенное отдых отдых отношений если нет отношений если разлад в отношениях нет романтики все плохо если семьей там с мамой папой с братом с мужем с детьми какие-то проблемы извините мне тут не до работы и чтобы вам кажется что на работе конфликт но конфликт не на работе мы решаем ситуации семьей ситуации с отношениями и на работе все вы выравнивается выстраивается вот почему эмоциональное выгорание становится причиной профессионального на этом этапе люди иногда меняют профессии они надо менять профессию и они меняют профессию учатся причем этот переход довольно болезненный не такой же легкий если предпосылки именно такую и чтобы выйти из эмоционального выгорания человек попадает в другую яму у него перегорает другое потому что смена профессии и разница в карьере ними решает ту проблему из-за которой все возникло если проблемы со здоровьем надо заняться именно здоровье если проблема с духовностью то надо слушать свою душу делать не то что модно а то что душа захочет как узнать что душа захочет иногда у вас бывает такой импульс пойти сделать идите и делайте вот этот слушайте внутренний импульс коллеги у кого-то попал пропал звук пожалуйста поставьте вложить это огонечки если у вас слышно только и у юлии поповой пропал звук или у других тоже все огонечки есть напишите пожалуйста кто нибудь что звук есть пусть просто перезайдет юлия вот все татьяна викторна уже написала отлично идем дальше друзья мои чтобы было у нас все хорошо как определить вот мы же хотим чтобы у нас все это было по максимуму и здоровье и финансы мы задаем вопросы нам нужно понимать а в чем желаемый результат а как хочу я а как хочу чтобы это было нужно взять вот эту практику вы скачаете презентацию потом совершенно спокойно возьмите ручку бумагу и запишите по каждому из пунктов как я хочу чтобы было кто меня окружает потому что наше окружение имеет огромное влияние вот когда я здорово кто меня окружает куда я иду я иду заниматься спортом или куда пойду куда-нибудь и тогда у меня такое окружение до кто меня окружает что при этом я буду чувствовать если я в отношениях если рядом со мной вот такие люди и что я при этом буду чувствовать что я готова для этого сделать потому что иногда мы хотим чтобы все само собой вот так изменился я делать ничего не хочу так не получится вы что-то надо сделать и от чего отказаться может отказаться от лишней чашки кофе шоколадки может отказаться от того чтобы досыпать в кроватке подольше а встать чуть пораньше и пройтись пешком до работы может быть вот от чего готова я отказаться насколько это важно для меня сейчас получить результат от 8 до 10 баллов если от 8 до 10 то все нормально у вас есть достаточно энергии чтобы делать если нет вы еще разочек проходитесь по этим и когда я планирую получить этот результат просто осознать потому что если вы осознаете кто тогда вас будет окружать какое что вы при этом будете чувствовать у вас уже появится энергии потому что энергия появляется для чего-то вы наверное замечали вот вам срочно что-то нужно выйти что-то очень хотите и в какой-то момент у вас появляется финансовые возможности приобрести это а когда вы хотели просто говорите было бы у меня вот столько до денег эти деньги никак не появляются то есть деньги это энергия который проявляется под потребность энергия тоже появляется под потребность для того чтобы заснуть много энергии не надо для того чтобы лениться много энергии не надо но чтобы взойти на эверест моё тело уже понимает так 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 а здесь надо еще позаниматься можно и нужно экипировку купить нужно что-то сделать и появляется не весть откуда не известно откуда но энергии появляется у вас появляется сила и вы меняете свои действия и еще силу можно получить от физической активности потому что когда у нас в теле есть равномерность то есть равномерно тело на работает и тело и душа и мысли мы наполняемся энергией если работает только мысли голова я сижу думаю 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 и не действую и лишена эмоциональных каких-то ощущений то мне становится это скучно если я живу одними эмоциями о ради подняться туда что-то сделать почувствовать наслаждаясь эмоции в какую эмоциями в какой-то момент пожирает мое тело и притупляет ум то есть получается что мы должны жить в гармонии тело душа ум мы создаем эту гармонию нам становится намного лучше как вам все это друзья мои насколько вы с этим согласны или не согласны и как мы будем решать во первых делаем диагностику причину выгорания то есть в какой сфере она находится и если в этой сфере мы понимаем в чем причина задаем а почему именно в этой сфере образовалась например здоровье да почему здоровье на появляется проблема из-за того что мы мало двигаемся не то едим не дышим чистым воздухом или пережили какой-то стресс причин определяем цель а куда мы хотим прежде чем куда-то направиться нам нужно иметь точку а и точку б и выстроить маршрут вот программа исцеления по каждому из этих пунктов потому что они взаимосвязаны и то что мы написали просто идти исследовать с этими действиями читаю комментарии я не согласна с тем что физически можно себя вытащить из эмоционального выгорания гузель и а вы и пробовали дело в том что физи когда мы выгорание нам не хочется ничего делать но вы ходите гулять по чистому воздуху вот я выхожу гулять в лес где деревья и вдруг замечаю что у меня улыбка мне помогают а вы попробуйте мне кажется помогает многие люди и стресс и выходит тем что идут и бьют вот в эти на бокс и тоже восстанавливается она ходила в походы но прихожу еще более уставшие а а вот здесь вот здесь очень интересное смотрите у вас эмоционального выгорания и вы пошли не рассчитав длительный поход да мы можем из похода устать еще есть такой момент мы пришли физически уставшие если физически уставшие вы засыпаете просыпаетесь и вам хорошо но если в походе с вами были люди с которым вам не хорошо то поход вам действительно в такой компании противопоказан вот с одним или с двумя близкими людьми или в одиночестве просто выйти прогуляться это хорошо еще в истощенном состоянии невозможно действительно большая физическая нагрузка противопоказана небольшая помогает да вот красивый вам ответ написал тайси не тайси ничаева а вы реально хотели идти в поход может быть внутренне вы этого не хотели но заставили себя да поэтому мы берем физическую нагрузку ту что вы можете даже просто простые упражнения взять и сделать это хорошо но если вы любите горы просто обратите внимание гузель и на два пункта 1 физическую готовность тела нести такие нагрузки и вторую компанию с которой вы ходите туда иногда я не люблю с компаниями ходить в такие места почему потому что они торопятся они шумят делают какие-то и с небольшой компании я иду и отдыхают да может быть уже сделать выбрать соответственно возрасту вот смотрите какой интересный диалог с учениками ходить походы это здорово мы приучаем к детей каким-то к тому чтобы пойти и послушать природу почувствовать быть в единении с ней а вот у светланы шуминой с очень тяжело начать и на управление организовывает выезды мы едем а потом вспоминаемся смеемся как все было до совместное времяпровождение очень важно и поэтому почему корпоративные такие праздники приветствуются вылазки план действия по конструктивным изменениям друзья мои кто мне поможет в этом и здесь обязательно если вам трудно вы сами себе помочь сможете очень слабо скорее всего вам нужно чья-то помощь это может быть близкий родственник подруга это может быть специалист может быть доктор психолог коуч смотря с чем связана ваша проблема может просто подруга какие знания навыки мне нужны сядьте и запишите какие знания вам нужны чтобы улучшить свое состояние может быть чуть лучше понимать например мы сейчас говорим о природе выгорания эмоциональном выгорания да вам нужно может быть узнать как происходит наше здоровье если за здоровьем связаны если с отношением как наладить отношения с людьми как общаться чтобы не ссориться или как выходить из ссоры так чтобы у вас в жизни появилось больше страсти любви радости это возможно какие ресурсы у меня есть для этого это могут быть и финансы и время вещи предметы одежда все что угодно я не идут заниматься спортом потому что у меня нет спортивной одежды вот некоторые люди годами покупают это спортивно вначале кеды кроссовки потом одежду а потом кеды изнашиваются они до сих пор не записались на на спорт до на йогу или какую-то где хотели заниматься вот просмотрите свои варианты до нужна поддержка дома тогда все будет хорошо да кто-то эту поддержку находит дома кто-то среди коллег какие действия мне нужно спланировать какие три действия я сделаю сегодня в течение 24 часов почему так только вы сделали план вам нужно запустить механизм действия сделать примитивное действие или вы пламинируете в этот день и именно в этот день что-то делаете какого результаты эти действия меня проведу приведут еще раз посмотрите действительно ли это приведет к желаемому результату например вот поход высокие горы когда вы недостаточно скажем энергетические наполненные долги походы могут вам причинить больше дискомфорта нежели радости сколько времени нужно для реализации в конце этого плана вот хочется молчание друзья когда хочется молчание это значит хочется поговорить с душой услышать свою душу вот здесь знаете какую практику вам порекомендую в конце у меня будет практика я расскажу прекраснейшая практика чтобы поговорить со своей душой когда нехватка кадров приходится быть мастером на все руки александр да действительно такое тоже есть особенно образовательных учреждениях очень не хватает мужчин здорово что вы работаете в образовательных учреждениях помогаете профилактика выгорания и что мы делаем важно осознать свои истинные истинные желания ставить цели и мечтать вот мечтать надо мечтать представлять потому что мы в самом начале более если не мечтать туда можно жить спокойно но скучно на без эксцессов иногда видишь взрослого пожилого человека спрашиваешь как дела это все хорошо какие носи новостей нет и слава богу то есть для них новости это нечто страшное для другого у нас новости такие великолепные они радуются новостям умение говорить о своих ожиданиях и на недовольстве во время потому что когда мы не говорим это все накапливается в нас и выплескивается наружу везде истерики или становится причиной внутренних болезней вся психосоматика основана на том что мы не высказали о своих эмоциях и не сделали никаких действий чтобы реализовать свои ожидания мечты умение выстраивать лишь или сделали недостаточно и отступили сказав ну у меня же не получится ни у кого не получилось прошлый раз не получилось и получится а вот люди которые не боятся пробовать 100 200 300 раз у них почему-то получается умение выстраивать личные границы то есть когда а сейчас мы дальше кстати у меня есть же дальше есть рассказ об этом расширение профессиональных компетенций развитие эмоционального интеллекта и вот два последних очень важны введите дневник благодарности очень полезно его вести вечером почему перед сном вы пишете что хорошего в вашей жизни было причем дневник благодарности уже известная практика пишем что было хорошего дальше мы благодарим за то что было плохого почему скажете как за плохое можно благодарить плохое указывает нас на то чего мы не хотим за то что она подсветила нам что-то например в моей биографии есть и мои учителя которыми я была недовольна я их благодарила за то что я узнала как нельзя поступать с учениками за это я им благодарна человек который может быть испортил вам настроение или дождь который уже испортил вашу нарядную прическу подсказывает может быть о том например дождь до что надо смотреть заранее на погоду и брать с собой зонтик и все эти маленькие вещи очень важны и и дальше благодарите за то что вы хотите чтобы было в вашей жизни почему потому что если во вселенной природе на планете земля у соседей в соседнем городе у кого-то есть что то что вы хотите то вполне вероятно что у вас это тоже может быть тогда мы благодарим вселенную за то что вселенная дает возможности чтобы было вот это конкретное то что вы хотите таким образом что получается мы из позиции жертвы переходим в позицию человека который планирует и накапливаем энергию и дмитрий базылевич когда спрашивал откуда взять энергию так вот благодарность позволяет взять эту энергию почему а потому что у нас очень сильно поднимается вибрации тела у нас энергетика совершенно другая и вот в этой энергетике для нас становятся возможными многие вещи и получается то что мы поменяли свою если не можешь изменить ситуации поменять отношение к ней да мы поменяли отношение к ситуации из минусов плюс самые минимальные что мы сделали мы сохранили себе здоровье а то что развить ли способность лучше мыслить видеть возможности в невозможных ситуациях это уже дополнительные бонусы и восьмое делайте практике выгрузки накопившихся эмоций смотрите это нейрографика особенно в интернете очень много видео есть простых вы наверное слышали это алгоритм асо алгоритмы снятия ограничений когда вот делается выброс выплескивается все а потом округляется выходит внутренние эмоции это автоматическое письмо о чем это утром просыпаетесь помыли глазки зубки даже не обязательно берете тетрадь и пятна три странице три страницы всего лишь 15 минут выписываете все что есть в голове абсолютно не задумываясь что вы пишете вот что приходит без анализа можете даже не обращать внимание на знаки припинания и так далее просто выписывайте вы пишете чтобы из себя вывести все мысли эмоции вы удивитесь но спустя какое-то время может не в первый день пятый десятый вы будете находить интересное раскрытие понимание каких-то внутренних процессов а таким образом я решила несколько глубинных проблем у меня ситуации в жизни повторялись и вдруг я пишу а ведь корень то где в чем что я воспринимал это как-то по-другому я поменяла нашла причину изменила и это тоже самое делают мои клиенты которые приходят ко мне автоматическое письмо это прекраснейший инструмент пение спонтанные танцы вот раскраски для взрослых помогают помогают очень хорошо помогает а еще помогают если вы осмелитесь сами нарисуйте что-нибудь даже если будет это некрасиво абстрактно вот когда вы автоматически берете и все что вот что приходит какой узор приходит вы рисуете рисуйте не для того чтобы было красиво а просто делаете вот базы ли чесли дмитрий если во время благодарения дневника внутри не чувствовать соответственно что-то противоположное надо себя принуждать тогда найдите то за что вам действительно можете быть благодарны постепенно делая ежедневно эту практику у вас изменится внутреннее состояние вы сможете действительно чувствовать пока просто начните с самого малого друзья мои мы начинаем самого малого и идем дальше у нас получится как распознать свои истинные желания иногда люди говорят но я не знаю я чего хочу почему потому что нам очень много запрещали будешь много мечтаешь ничего не получишь или что-то вот такое поэтому мы пишем во первых что меня не устраивает потому что это мы точно знаем чего я не хочу спроси каждого из вас вы скажете а я вот этого точно не хочу напротив пишем как я хочу чтобы было вместо этого не хочу вот это и будет ваше истинное желание и что я готова сделать для этого самое примитивное простое из этого что я хочу сделать вы смотрите там готова сделать вы начинаете по шажочку по маленечку каждый день двигаться к своей цели к своей мечте и когда вы делаете определенные действия выгорание будет исчезать потому что выгорание это похоже на болото болото когда нет действий ну что ж выстраивание личных границ это круг общения почему потому что люди у нас обкрадывают наше чувство уверенности наше время поэтому что мы делаем вот недавно ко мне обратилась женщина представляешь мы пошли на йогу стоим в ряду я в первом ряду она во втором ряду и вдруг у меня берет и передвигает за плечи передвигает отодвинься туда чтобы я лучше видел тренера я поворачиваюсь говорю там достаточно места она могла сама полшага в сторону делать она берет меня за тело и передвигает причем жаловалась женщина пенсионерка и когда мы поговорили оказалось что она сама тоже нарушает границы других людей не этого конкретного человека другая а с помощью этого человека вселенная показала что чувствуют другие вот очень интересная такая была практика мы с ней работали и что получается круг общения насколько он вас удовлетворяет если от общения с некоторыми людьми вы устаёте вы можете уменьшить количество общения с ними время время место можете подобрать где вам удобней иногда вот здесь мне неудобно а вот чтобы пришли все ко мне в гости мне неудобно потому что приходится скажем готовить мыть посуду и так далее тогда предложите выйти где-нибудь вместе встретиться или чередуете неделю у нас неделю у вас и по очереди тогда будет время распределено это будет равномерно и вы не будьте так уставать вы выстраиваете свои личные границы пространство для общения где вам удобно время для работы и время для отдыха поэтому вы можете например родителям сказать дорогие родители вы можете писать когда угодно но я отвечаю вам только в рабочие часы с такого-то по такое-то время скажем с пяти до восьми я отвечаю на ваше сообщение после восьми вы можете писать но на них отвечу я на следующий день утром все и это нормально люди воспринимают если вы их заранее предупредили но если вы не предупредили или сделали это по-другому скажут а почему другому родители сразу ответили а мне только на следующий день имеют право поэтому всех своих решений предупреждаете заранее так у нас мало времени осталось я быстро пройду обратная связь высокого качества другая дорогие товарищи это тоже важнейшая вещь мы обращаемся к людям часто с красной ручкой учителя да вот здесь неправильно здесь неправильно здесь надо исправить и так далее а надо вначале сказать что понравилось когда мы говорим что понравилось человек раскрывается и не конфликтует с нами а потом мы можем сказать что нужно улучшить и чего нам не хватило не то что он не прав потому что если мы скажем человеку ты знаешь особенно взрослому а мне не понравилось как ты это сделал и он набросится на вас а мне не понравилось это происходит автоматом очень мало людей владеют достаточным эмоциональным интеллектом чтобы остановить этот набор и сделать по-другому поэтому друзья мои не повышаем тон когда хотим с кем-то поговорить а можем сказать слушаем мне так нравилось когда ты тогда вот сделал это я бы хотел чтобы в наших отношениях или в нашем деле вот улучшить вот это и мне не хватает вот этого вы сказали человеку что было хорошего он вдохновился он понимает что с вами на одной волне так у меня родительница когда был конфликт с учителем решила просто говорю а вы поблагодарите учителя за что-то и то же самое с учить и мы можем поблагодарить за то что у него ребенок в чем-то хорош опрятные красивый премьер приходит на занятие что она заботится ой как хорошо что вы заботитесь о ребенке как хорошо что вы обратились мы сейчас вместе попробуем решить ситуацию все родитель успокоился потому что мы его ему показали его значимость дальше уже делал диалог строится а если мы начнем с другого конца с обратного конца чего нам не хватило и что плохого у нас диалог просто не будет строиться еще не спрашиваете обращаясь к людям спрашивает скажи что тебе не понравилось боже мой вам скажут абсолютную правду и вам это от этого будет больно спросите наоборот скажи мне что тебе особенно понравилось что было хорошего и тогда человек будет искать что было хорошего и потом вот я думаю здесь наверное можно улучшить он скажет да и дальше вы уже на другой волне но вы настроили его найти в вашем выступлении в вашем деле в чем-то что-то хорошее и программа саморазвитие это расширение и если вы берете программу саморазвитие в профессии или в любом деле это может быть расширение компетенции углубление компетенции масштабирования то есть вы начинаете заниматься еще чем-то и новое профессиональное направление может в том же самом учреждение вы берете новую и другую должность доучивайтесь и работайте там же или меняйте работу для этого берете новое на профессиональное на проживление но прежде чем сделать новое профессиональное направление я вам очень рекомендую пройти кучу тестов глубоко подумать просчитать потому что очень много людей из-за выгорания меняют профессию не всегда находит себя в новом поприще интернет пестрит рекламы моста все приходи сюда начни делать это заработаешь сотни тысяч димиллион не все так радушно как описывает организация отдыха виды отдыха для души для тела для ума и смотрите с какой компанией вам удобно организация работы но здесь уже все написано друзья мои вы прочтете я не буду тратить потому что мы уже вышли за тайминг сделайте дыхательные упражнения самые простые дыхательная система стрельниковой в интернете полно этих упражнений дыхание 142 то есть вдох на одну секунду 4 секунды задержка и две секунды выдох вот начинается всегда с дох до вдоха вот это повышает энергию и насосик насосик что мы делаем уроки вперед вдох носом выдох рту активно делаем 30-60 секунд если у вас предрасположенность к повышению давления то делайте до 30 секунд не больше дыхательной практике для успокоения чтобы нервы успокоить чтобы лучше спать квадратная вдох пауза выдох пауза равномерно начать можете там с трех секунд потом следующий раз 4 4 4 4 4 3 3 3 3 и постепенно увеличивая там 8 секунд вдох 80 секунд пауза 8 выдох 8 пауза и арт-терапия арт-терапия то рисование может быть мандал любые рисования танцы и пение и я как сказала записи и есть кинозе а логические упражнения дружина зима и значит ставим здесь подробно описано под ключицами есть впадины сюда одну руку а другой сюда вот пишут вязание прогулка перед словом сном отлично делаем и вниманием соединяем эти точки значит и руку здесь и руку на животе кнопки мозга они повышают энергию тела здесь у меня три упражнения они подробно описаны я не буду на них сейчас останавливаться и резюмируем друзья мои слушайте свое сердце свою душу принимайте импульсы действуйте по импульсу потому что вовремя сделанные действия прибавят вам сил вот пришла пришел и пусть делать что-то точно к нему есть энергия и не позволяйте эмоциям накапливать вовремя проясняйте ситуацию разговаривать с людьми выписываете поймите причину поменяйте интерпретацию на более конструктивную от того что в мире люди плохие или все там плохое у меня в жизни ничего хорошего не будет но когда я меняю свою интерпретацию на другую а что я могу сделать в этой ситуации в жизни появляется много интересного вот все друзья мои что я хотела сказать вам сегодня надеюсь было полезно и пожалуйста обязательно вот возьмете презентацию сделайте эти упражнения я буду очень благодарна если вы в контакте есть в контакте да можете набрать айко шкалача найдете напишите свои впечатления насколько эти упражнения вам помогли вот сделайте недельки две если это будет поможет вам выйти из эмоционального состояния я буду вот состояние выгорания я буду очень рада и очень благодарна за ваши отзывы может и сделаю какие-нибудь дополнительные рекомендации лично для вас все друзья мои теперь приглашаю татьяну викторовну а я удаляюсь все до новых встреч до новых встреч